Здравствуйте, мои дорогие! Я очень рада вас всех вновь приветствовать в моем очередном видео, мои дорогие парфлюбители, парфценицели и такие же, надеюсь, парфманьяки, как и я, меня смотрят. Те, кто случайно открыл сегодня мое видео, меня зовут Элла, и на моем канале, конечно же, мы говорим в основном о парфюмах, обсуждаем какие-то ароматы с вами, делимся впечатлениями о каких-то парфюмерных новиночках. Сегодня я хочу сделать очередное видео, поделиться с вами своими впечатлениями, своими эмоциями о моих новых ароматах. То есть, это мои новиночки, ароматы, которые недавно появились у меня в коллекции, вот осенние буквально мои покупочки. Все, как всегда, немножко низшие, люксовые ароматы и некоторые, скажем так, бюджетные позиции, о которых я уже давно вам обещала рассказать. Поэтому, кому это интересно, сегодня будьте со мной до конца, запаситесь чем-то вкусненьким, как всегда, устроитесь поудобнее. Ну, а те, кто еще не подписан на меня, при желании, если вы любите парфюмерию, можете подписаться, присоединиться вот к нашему такому дружному, я надеюсь, парфюмерному сообществу. Я буду только рада своим новым подписчикам. Ну, и, знаете, начну, конечно же, как всегда, я начинаю с более дорогих ароматов. Начну с ниши, покажу вам шикарный аромат, который у меня появился в коллекции, чем я, конечно, очень-очень рада. И это, действительно, была такая спонтанная покупка. Аромат от нишевой марки Амуаж, который называется Убар. И покажу я вам в коробочке, потому что вы знаете, что оформление ароматов Амуаж, это просто выше всяких похвал, дорого, богато. Вот такая красивая, шикарная коробочка. Ну, и знаменитый этот золотой флакончик Убар. Красивая эта золотая крышечка. Видите, там такой кристаллик этот, такого коричневого цвета. Ну, и крышечка на магнице, как всегда. И аромат этот один, наверное, из самых старейших у марки Амуаж, который вышел в первый раз в 1995 аж году. И у меня он, почему я сказала, что появился случайно, потому что я не планировала его покупать. У меня были свои хотелки. Я когда-то делала видео вам Part Digest, рассказывала о своих 13 ароматах, которые у меня есть в Атливантиках Амуаж. И говорила, что какие-то ароматы я поразнашивала, какие-то у меня есть уже намечены, чтобы купить полноразмерные флакончики. Этого аромата у меня не было в Атливантах. Я никогда его не тестила, не пробовала. Амуаж у меня не пробовать негде. И вы знаете, хотя у меня были в хотелках первоочередные, стоял там и Эпик, и Лирик, и Блоссом Лап, который я очень люблю. Но случайно, зайдя на сайт, увидела, что опять появился Убар. И этот аромат, вы знаете, прошел слух, что его снимают с производства, и что то, что продавали, цены были просто базнословные. А тут я вижу на сайте продается вот флакончик полноразмерный, по той же цене, что и остальные флаконы. И я, вы знаете, очень, хоть у нас в Италии, конечно, дорогой, но я недолго думала, потому что боялась, что вдруг опять он куда-то исчезнет, цены поскочит. В общем, я купила вслепую этот аромат и нисколько не пожалела, дорогие мои. Этот аромат действительно красив. Этот аромат, он просто, можно сказать, такой шикарный аромат в таком неоклассическом стиле. И именно такая неоклассика настоящей французской школы парфюмерии. И вы знаете, само название Убар, он посвящен, конечно же, названию и в честь знаменитого вот этого города легенды, города мифа, который называется Убар, и, как его называют еще, Атлантида Песков, который, кстати, упоминается в «Тысяча в одной ночи» в сказках, и в Коране он упоминается, другое название еще и Мар. И говорили, что этот город был настолько красив, вот он находился как раз вот в песках, да, настолько он был возведен, шикарные эти дома с колоннами. И жители этого города, да, они просто возгордились, вот гордыня их, скажем так, обуяла, Аллах разозлился на них, ну это гласит легенда, и за то, что вот эта гордыня росла по мере, скажем так, роста их благосостояния, вот людей, которые жили в этом городе. И Аллах, разгневавшись, послал вот этот страшный ураган, который бушевал семь дней, семь ночей, и полностью разрушил вот этот прекрасный золотой город Убар, и засыпал, ну, замело все песком, и никто не знал, где он находится, и все думали, что до каких-то пор, что это действительно только красивая легенда. Но в 90-х годах, вот прошлого столетия уже, то есть в 1990 году, проводили раскопки, и все-таки нашли вот этот великолепный город, его обнаружили. Так что это не легенда, такой город действительно существовал. И вот этот аромат, он воспроизводит вот как раз роскошь, наверное. Он создан, мне кажется, прямо для такой роскошной женщины. А вообще, я рекомендую этот аромат для тех, кто очень любит, знаете, вот старую французскую школу парфюмерии, кто, может быть, страдает еще по вот этим снятостям, кто когда-то любил эллипс, старые вот эти шипры, альдегиды, ароматы клемма, там, палома Пикассо, то есть, Жеозе, Турбуленс. Вот все-все вот эти ароматы, я бы сказала, что этот аромат, это вот такая вот действительно перевоссозданная вот классика французских настоящих духов вот в этом аромате, в более современном звучании. И, вы знаете, хоть альдегиды здесь вообще не заявлены, вот как звучит этот аромат, но я на старте слышу в том числе и альдегиды, но не колкие, не такие вот ужасные, как, например, в Красном Москве или там даже в классической пятерке Шанель. Нет, здесь очень мягкое альдегидное звучание, хотя нет, еще раз повторюсь, нот альдегидов. Хотя, я думаю, что, может быть, на старте есть интересная нота, помимо вот цитрусов, помимо листа фиалки, которые есть на старте, есть интересная нота лице Кубеба, которая, может быть, и создает немножко вот такую иллюзию вот этих альдегидов, но аромат звучит вот настоящим вот раскрытием вот этих вот первые ноты, как когда-то вот настоящие французские духи. Но, а уже потом сердце и база этого аромата, если сказать не очень долго говорить, то это, конечно же, великолепная белоцветочная фиеверия всех-всех возможных белых цветов, потому что здесь моя любимая тубероза есть, есть и шасмин, есть и фрезия, есть и апельсиновый цвет, есть еще чувственные, о которых я всегда говорю, и ланг, и ланг, которые я очень люблю в парфюмерии. Но и база здесь есть, и пачули, и ветсевер, и, по-моему, бальзам Капаху. И вы знаете, вот эти ноты, и, конечно же, серая амбра, которая еще придает вот такую вот животную немножко звучание, этому аромату животинку, причем она немножко такая грязноватая. На каком-то этапе, мне кажется, что этот аромат вот в середине где-то звучания похож по звучанию на аромат Шалимар от Герлен, причем вот именно вот этим своим анималистическим звучанием, вот эта нота, которую все называют, вот какие-то покрышки, да, резиновые, которые вот быстро, конечно, мимолетно проходят, и этот аромат она не портит. Но вот эта животная нота, вот эта грязная серая амбра, она здесь есть. А вообще аромат вот это красивущий длиннющий шлейф, вот этой белоцветочности, в таком, знаете, тонком, красивом, чуть кислом меду, вот если передать в двух словах, очень такой, знаете, шикарный шлейф этого аромата. Стойкость, как всегда, на высоте о муаж, очень-очень запредельный, можно сказать, и шлейф длиннющий, узнаваемый. Этот аромат, конечно, один раз его полюбив, вы никогда не забудете ни его звучания, ни его шлейф. Вы знаете, и хоть я уже отошла, вот если честно, и от шипров старой школы, и от альдегидов, но вот этот аромат мне понравился именно своим таким мягким звучанием, вот именно мягким воспроизведением вот тех старых когда-то ароматов, и действительно, это собирательный такой образ. Здесь слышится вот история школы старой парфюмерии, и в то же время аромат очень современно звучит, очень красивый. Я очень рада, что я вот купила его, знаете, когда открывала, даже боялась, думала, вдруг не понравился аромат дорогой. Но я очень довольна, такой один аромат, вы знаете, как должен быть в коллекции, мне кажется, парфюмоньяка. Кто еще не знаком с этим ароматом, я очень советую познакомиться. Вот пока он появился опять по нормальным ценам, парфюмоньяки, кто любит марку Амуаж, приобретайте, пока он опять не исчез, или цены не возросли до небес. Классный аромат, классный флакончик, как и все Амуаж. И, конечно же, буду беречь вот эту красоту. Мне кажется, что когда он настоится, он еще более красиво будет звучать, он и так сейчас божественный. Это для ценицеля я очень советую, особенно старой школы парфюмерии. Любителям таких, знаете, современных, гурманских ароматов, каких-то легких цветочных фруктовых компотов, я бы не советовала. Это для любителей действительно серьезных парфюмов. Следующий аромат, дорогие мои, долго говорила об этом аромате Убар, но он заслуживает этого, потому что аромат действительно великолепный. Следующий аромат, это даже не аромат, а это такой вариант, моего любимого блоссом, Love от Амуаж тоже. И я решила сэкономить, знаете, как всегда, сесть на ежа и не уколоть в одно место, но не получилось в этот раз. Это дымка для волос от марки Амуаж, Blossom Love, то есть вот такой я специально показываю в упаковочке, чтобы вы имели представление. Я даже не знала, что у Амуаж есть варианты вот этих мистов для волос, но на сайте там же я увидела, что есть вот этот вариант, Blossom Love, это один из моих любимых ароматов, тоже Амуаж, покажу флакончик. Это кажется, что пластик, но это стекло, такая же тяжелая железная крышечка с эмблемой Амуаж, только она не на магнице, мне кажется, такая тяжеленькая, защелкивается хорошо. И вы знаете, я вам говорила, что я люблю такие вот необычные концентрации, они стоят меньше, то есть, например, дымки для волос или как у Форда, вот спрей для тела. И вместо парфюма, чтобы не тратиться на парфюм, я иногда приобретаю такие версии и пользуюсь им как раз вот вместо парфюма. Меня устраивает и стойкость, и шлифовость. Так вот, мой любимый аромат Blossom Love, о котором я говорила, у меня есть от Ливантик, сегодня я не приготовила. Я, конечно же, у нас Амуаж очень дорогой, особенно линейка вот эта Secret Garden, в котором находится аромат, вот, ну, Blossom Love, я выложу где-то флакончик. И когда увидела эту дымку для волос, думаю, вот, это то, что мне надо, стоит в 4 раза меньше, 50 мл, буду поливаться, мне хватит. Так вот, дорогие мои, тут не получилось. Если у Тома Форда все ароматы в спрейх для тела, они абсолютно повторяют, абсолютно идентичный ароматом, и в других флюксовых ароматах дымки мне устраивали, вот здесь мне чего-то не доложили, мне не хватает. Вот насколько я люблю Амуажевский вот этот Blossom Love, где, я вам говорила, красивейший Амарета, причем миндальность там, вот, именно звучание вот этого ликера, и он такой уже настоявшийся, тягучий, как будто вот прям оставили где-то налитый в рюмочке, вот он прям аж уже выпарился и стал таким тягучим, насыщенным. И, конечно же, вся вот эта красота цветов, в том числе и ланг, чувственный вишневый цвет, который вот слышится вместе с этим Амарета, шикарная база, там, начиная с замши, ладан, там, чего только нет, вот здесь этого всего нет, то есть, чего-то мне не хватает, он как-то просто звучит, если тот аромат, он просто великолепный, это игры нот, то вот это, скорее всего, это Blossom Love, вот уже в конечном самозвучании, вот в шлейфе, который у вас остается, когда на волосы наносишь, он, конечно, узнаваем, слышится вот эта Амарета, но такое впечатление, что вот тут осталось только Амарета, вот я говорю сейчас про эту дымку для волос, причем разбавленная где-то раз в 10 водой, по сравнению с ароматом, ну и стойкость у меня, как если мы говорим об Амуаж, у которого шикарная стойкость всех парфюмов, то эта дымка, конечно, для Амуажа очень небольшой стойкости, даже вот в люксе у меня есть дымки для волос, которыми я пользуюсь, вот и у Каролины Эрера у меня есть дымка для волос, и туфельки, выложу где-то фотку, так вот, там меня стойкость даже устраивает почти, ну не такая же, как духов, конечно, как парфюма, но все-таки, ну, есть какая-то стойкость, здесь очень быстро выветривается, но узнаваемый этот Blossom Love, ну, буду носить, что же делать, но на флакон все-таки придется все равно разориться, потому что я не удовлетворила вот своего желания, покупив только эту дымку, ну, а для любителей все-таки Амаре, это вот миндальности, такой легкой, красивой, я советую тоже, как вариант, такой более бюджетной приобретения, вот эту дымочку для волос. Следующий аромат, дорогие мои, это новинка этого года, я все-таки купила этот аромат, я и говорила, что скорее всего куплю Interdit Rouge, новинка вот, которая как раз этого года вышла недавно в марке Givenchy, я обожаю вообще марку Givenchy, и все-все Interdit, они у меня есть все, начиная с первого, который вышел классический, и это мой любимый аромат, и потом вышла Туалетная вода, потом вышла вот эта версия в черном флаконе, Intense, она у меня тоже есть, ну, и, конечно, когда вышел вот этот такой красивый, на камеру он почти черный, но это на просвет такой красивый, бордовый, очень темный, такой бордовый, бордовый флакон, конечно же, я не удержалась, хотя, честно скажу, забегая вперед, по звучанию, это почти то же самое, что и версия Intense в черном флаконе, у кого есть версия Intense, можно, наверное, не тратиться вот на эту новиночку, чем мне понравилась эта версия, конечно, это более томное звучание, более, скажем, насыщенная версия, чем обычный Interdit, который я обожаю, в котором Тубероза звучит для меня вот этим красивейшим виноградом, я говорила вам, что в версии Intense в черном флаконе там все то же самое, только немножечко за счет того, что добавили кунжут, вот эта Тубероза, ее как бы присыпали какой-то пудрой, и она звучит более приглушенно, более томно, более вечерней, более манка, вот в этом аромате то же самое, это более вечерняя версия, скажем, классического Interdit, но вместо кунжута добавили имбирь, у него появилась такая, знаете, немножечко вот эта пряная, вот эта остринка имбиря нота, которая тоже создает звучание, немножко такое пряное, немножечко, скажем, более вечернее, более изысканное, чем версия такая галтелок вот этого классического Interdit, которое я тоже безумно люблю, такое наглое звучание, этот аромат, он более такой, знаете, как более женственный, более такой приосанившийся, может быть, не такой ярко кричащий, но очень красивый, тоже вот с этой вот такой фруктовой, ягодной туберозой, вот с этой ноткой имбиря, и, ну, база, это, конечно же, чувственный почули, ваниль и ветивер, по-моему, здесь есть в базе, аромат похож, как я уже сказала, на версию Intense, если она у вас есть, можете просто по тесте для интереса, но, а я, хоть имею все версии, не могла пройти именно такой красоты, красивого флакончика, пусть у меня в коллекции будет и этот красивый аромат, конечно, более вечерняя версия, буду с удовольствием носить и вот этот вот аромат, кто еще не познакомился, из вас знакомьтесь, а если познакомились, пишите в комментариях, как вам нравится ли этот аромат, и как вот вы, если в сравнении с черненькой версией, что вы о нем думаете. Следующий аромат, это тоже люкс, дорогие мои, тоже новинка этого года, когда делала видео новиночкой, просто знакомила вас с ароматами, говорила, что куплю к лету, но не удержалась и купила уже сразу, это аромат, конечно же, от Mugler, вот новинка этого года, Ален Годес, который называется, то есть богиня от Mugler, которая вышла, мне кажется, позже своего времени, она должна была выйти к лету, но вышла вот уже ближе к осени, и, конечно же, эта богиня, она повторяет звучание, вот все направление вот этих ароматов, которые создают какой-то райский уголок на земле, какие-то тропики, загорелая кожа, знаете, такая вот бронзовая кожа, намазанная кремом для загара, потому что кокос, вернее, кокосовое молочко, которое есть в пирамиде этого аромата, конечно же, воссоздает вот все вот похожие звучания, как и все ароматы, которые имеют ноту кокоса, ноту кокосового молочка, и, конечно же, эта богиня, вот мне рисуется в таком абсолютно загорелом, в таком бронзовой коже, лоснящейся вот этого масляного загара, где-то тоже на берегу моря, в каких-то красивейших, таких тропических, вот, не знаю, на берегу каких-то тропического рая, то есть какие-то пальмы, океан, вот так вот картинку такую рисует, этот аромат, когда наносишь, и, конечно же, у него яркое звучание, что мне нравится, что он ушел далеко от своего прародителя, аромата Алиен классического, то есть здесь нет вот этого жасмина, такого холодного, выхолощенного, хотя в пирамиде жасмин все-таки есть, здесь есть гелиотроп, есть ваниль, то есть то, что создает сладость, помимо вот этого кокосового звучания, конечно, на старте есть и какой-то цитрус, и аромат, в общем, свои вот насыщенные, очень красивые, такой переливающийся, и, на мой взгляд, вот по насыщенности он, конечно, более такой яркий, чем тот же, например, Салье Бланк от Тома Форда, который по звучанию где-то, где-то приближен вот к этому аромату, выложу где-то вот этот флакончик от Тома Форда, вот эти все ароматы, они мне чем-то напоминают друг друга за счет звучания этого кокоса, но вот этот, наверное, из них самый яркий, самый насыщенный, как и все у Мюглера, такое, знаете, яркое, революционное, довольно-таки ярко заявляющего всеуслышания себе, вот этот такой аромат, конечно же, сейчас я, хотя я уже поносила, и даже вот удалось мне съездить на море, хоть уже не так было жарко в нем, но отложу сейчас, конечно же, до следующего лета, до уже такой жаркой весны, потому что его время, мне кажется, это именно лето, когда уже начинается жара, когда уже хочется, знаете, ее отпуска, и вот чего-то такого, вот именно для этого времени создан этот аромат, но он классный, кто не познакомился, познакомьтесь, Альин Годес, я у него держалась, сразу вот сейчас уже купила, следующий аромат, дорогие мои, это аромат, который я уже показывала, видео, обещала о нем рассказать, это тоже такая спонтанная покупочка, увидела бюджетный, классный аромат от Алиса Эшлей, я покажу в коробочке, который называется Марьяна, то есть марихуана по-русски, и вот звучание его, прям не дать нельзя, точно такая же сочная, яркая, зеленая марихуана, аж 100 миллилитров, не знаю, зачем отхватила, но другого объема не было, и вы знаете, очень бюджетно, может кто-то из вас где найдет, вообще Алиса Эшлей, я, у меня есть аромат с ванилью, такая, знаете, сухая ваниль, неплохая, и другие ароматы, знаете, довольно-таки девчачьи, ну, как сказать, обычные ароматы, поэтому удивлена была, конечно, что такая нота марихуана заявлена, и аромат так и звучит, и, конечно же, это унисекс, на мой взгляд, что и девочкам, и мальчикам, мужчинам, женщинам, любителям вот таких, знаете, ярких ароматов, зеленых, древесных, конечно же, конопля здесь, это вот во всей красе звучит, здесь она еще поддержана другими зелеными нотами, потому что на старте, по-моему, здесь тоже какие-то цитрусы, специи, специи, специи ноты, а вот в сердце есть конопля и еще и зеленые ноты, помимо какой-то еще другой цветочной ноты, но вот конопля с зелеными нотами создает именно звучание вот этой натуральной, такой, я уже говорила, такой маслянистой, жирненькой зеленой конопли, и очень явно. База, конечно же, уже присоединяются древесные ноты и ветсевер, который здесь есть в базе, и вот уже в базе даже больше не слышится ветсевер, вообще-то тоже очень красивый ветсевер здесь есть, вот ветсевер, который я слышу в этом аромате, вот марихуана от Алиса Эшли, он почти такой же, как мой самый любимый канонический ветсевер в аромате Энкренуар от Лалик, выложу где-то фото, вот ветсевер, который я слышу в том аромате, я считаю, это один из красивейших там ветсеверов, такой, знаете, насыщенный, немножко с суховатым звучанием, вот такой же и здесь в базе, ну, помимо, конечно, вот этой конопли, и аромат, я уже сказала, что он настолько еще и стойкий, такой довольно в течение всего дня слышимый, есть у него такой явный шлиф, в общем, дорогие мои, кому нравится пахнуть марихуаной, ну, это все, конечно, в рамках парфюма, то есть, конечно, слышится, что это не просто вы себя намазали там коноплей, а что это, конечно же, парфюм, и я считаю, что любителям направления таких, как Black Afghan, аназоматы, да, или ароматов, в которых есть, ну, такая вот приглушенная, но это конопли, вот эту коноплю такую явную вы должны попробовать обязательно, ну, и, конечно, бюджетный аромат, я всем в любом случае советую познакомиться, а я, в общем-то, рада, я его сейчас ношу, и мне он нравится, хотя, конечно, не для всех этот парфюм, следующий аромат, дорогие мои, это новиночка, о которых я уже говорила, поэтому быстренько скажу, я вам уже показала ее в том видео, но не могу не сказать еще раз, это очень бюджетная марка Эрбалайо, новый аромат, новиночка этого года, роза пурпурия, на итальянском, или роза, роз пепл, и пепл здесь не имеется ввиду фиолетовая, а именно вот в значении багряная, такая темная роза, и это действительно аромат про темно-такую бордовую розу, я взяла себе, показывала вам вот этот набор подарочный, здесь есть украшение, которое такое на шею, и 15 миллилитров, такой, дорогие мои, я его сейчас поносила, у меня он заканчивается с катастрофической скоростью, конечно, я себе приобрету 50 миллилитров, это бюджетная довольно марка, 50 миллилитров, по-моему, стоит 22 или 24 евро, у нас, вот, и хочу сказать, что этот аромат, это действительно про такую красивую, насыщенную, действительно бордовую розу, здесь она поддержана еще, конечно же, и ландышем, и ирисом в сердце, поэтому слышится немножко такая легкая припудренность за счет ириса в звучании, и ландыш, который только делает ее более звонкое звучание, ландыша как такового я не слышу, а вот розу я слышу хорошо, база немножко мускуса, и скажу, что эта роза явная, красивая, никакого вот розового масла, она очень интеллигентная, очень такая женственная, я советую очень любителям парфюмерии, кто любит ноту розы, как вот я, я люблю розы в парфюмерии, и мне нравится, что здесь она натуралистичная, красивая, вычленяемая, и никакой химозности, вот то, что мне нравится, ирбалай у нас такие создают натуральные ароматы, очень достойные, с хорошей стойкостью, стойкость хорошая, потрясающая, есть шлеп не очень длинный, но он вполне меня устраивает, красивый аромат с этой розой, действительно, вот этой пурпурной, скажем, багровой, багря, багровой, или очень такой бархатной, прям бордовой розы, вот такой, как, наверное, вот сам этот флакончик, вот такая по цвету розы слышится, и этот аромат, кстати, по звучанию мне напомнил несколько ароматов, каких-то нишевых, вот солирующей розы, сейчас не буду даже называть, потому что так на вскидку не вспомню, но очень напоминает, такое довольно нишевое, красивое звучание, я советую всем, кто есть доступ к марке Ирбалайо, потестить, и попробовать этот аромат, ну и, дорогие мои, наконец-таки обещанное, то, что обещала рассказать о новинках Zara, которые я себе приобрела, у меня сегодня два фланкера, покажу в коробочках, это фланкеры Vibrant Leather, от Zara, то есть Vibrant Leather, это аромат, выложу где-то в фото, у меня тоже он есть, я о нем много говорила, и говорила, что это неплохой такой клон, но, скажем так, чуть упрощенный клон аромата, дорогого Aventus, от ниши марки Крит, дорогой, и вот эти два аромата, это фланкеры, аромат Богас, в красивом таком синем флаконе, я сегодня не приготовила, выложу это, вот я вам уже говорила, в летних о нем ароматах рассказывала, но не удержалась, купила еще вот эти два, и с удовольствием сейчас пользуюсь, вы знаете, вот честно скажу, стоят они на мужской полочке, начну вот с этого желтенького, это называется Vibrant Leather Boyze, то есть уже по названию, понятно, лесистый, то есть с лесом что-то связано, и конечно вот здесь прекрасные, такие тонкие, красивые, древесные ноты, вообще если брать пирамиду, конечно, Зара, она всегда заявляет только какие-то основные ноты, здесь Labdanum, Ladan, кожа, конечно же, и Palo Santo, то есть если перевозят, то есть священная палка, ну священное дерево, если можно так сказать, это светлый сорт дерева, аромат очень интересный, вы знаете, вот аромат действительно звучащий низшего, конечно, в нем есть ДНК, вот Vibrant Leather, то есть он звучит кожей, такой тонкой, очень свежей, тонкой, знаете, такое ненавязчивое звучание кожи, никакой тут грубой выделки, тонкий намек на вот эту прохладную кожу, и вот эти красивые, какие-то древесные ноты, почему-то мне слышится, вот какой-то такой молочный сандал, хотя Palo Santo, я не знаю даже, как оно пахнет, но вот мне слышится какая-то тонкая такая сандаловость, вот помимо этой кожи, интересный аромат, стойкий, прекрасный, я с удовольствием ношу его, где-то какие-то нотки даже, вот мне прикликаются, сантал Мажескиуль от Сержа Лютанца, но, конечно, нет, эти ароматы не похожи, наверное, просто, что мне здесь слышится, какие-то, вы знаете, такие тонкие, красивые звучания сандала тонкая, которые я люблю, именно не огуречно-рассольный сандал, а такой, знаете, молочный, чуть-чуть такой вот здесь суховатый, но он красивый аромат, он мужской, но, по-моему, мне это абсолютно унисекс, хорошая стойкость, у Zara эти флакончики, конечно, очень классные, 100 миллилитров, ну, конечно, вот эта линейка подороже, то есть, этот флакончик 20 евро почти, обычный 100 миллилитров, у Zara 10 стоит, мужских ароматов, но крышечка здесь тоже на магнице, очень достойное выполнение, вообще, Zara меня радует раз от разу, а с другой стороны, я остаюсь в том, что мне приходится покупать, а у меня уже столько ароматов Zara скопилось, я даже себе не представляю, следующий аромат тоже покажу, который ношу с удовольствием, это Vibrant Leather Epis, то есть, это специи, и тоже понятно, да, что здесь этот Vibrant Leather, то есть, аромат все с той же кожи, который тоже сохраняет ДНК классического Vibrant Leather, вот такой флакончик, только со специями, и, конечно, здесь очень красивые, вот этот аромат, конечно, ближе по звучанию к мужскому парфюму, не даром он стоит на полочке мужчин, но я такие парфюмы обожаю, я обожаю кардамон, я вам всегда говорю, и здесь вот на старте есть кардамон, в сердце это роза, и мускатный орех, и в базе это кожа, все та же кожа, которая тоже напоминает чем-то издалека, вот базу вот этого Vibrant Leather классического, вот с такой холодной, тонкой кожей, но плюс вот эти специи, нотки, очень красивый кардамон, и мускатный орех, и звучание у него, знаете, вот мне нравится, как он тоже меняется во времени, вот такой натуралистичный, никакой химозности, очень теплая, пряная, согревающая, в то же время этот аромат имеет, такие нотки, немножко вот этой пряности, создает такое теплое звучание, дает этому аромату, вы знаете, Браво Зара, и этот аромат интересный, я скажу, что он, не то, что он звучит на своей цене, он звучит дороже своей цены, определенно классный, как парфюм для мужчины, на мужской коже будет звучать, ну, а любителям такого унисекса, вот таких, знаете, пряно-древесных ароматов, я очень советую, кожа здесь неявная, но аромат очень классно скроенный, он цельный, и он, действительно, звучит дороже своей цены, очень классный аромат, вот этот репис, вот все, что мне больше всего понравилось, уже все три я купила, еще сегодня чуть не схватила бергамот, из этой же серии, Вибрант Лезер, но его тоже я себе куплю, а вот сегодня, еще последняя уже на сегодня новиночка, покажу, прям вот сегодня, буквально забежала Зару, и не могла уйти без покупки, увидела этот флакончик, но так он мне понравился, посмотрите, как он приятного, такого зеленого, зеленого, как я не знаю даже передать словами, размытого, такого разбеленного цвета, очень яркого, он, конечно, цепляет внимание, коробочка точно такая же, и аромат называется Go Fruity, и я очень вам советую, дорогие мои, если вы найдете, за 10 евро, вот эта красотулечка стоит, ну, 11 евро, скажем так, 100 миллилитров, и аромат восхитительный, сочный, такое, знаете, фруктовое, фруктовое звучание, причем тоже никакой химозности, очень классные, сладенькие фрукты, но и чуть-чуть проглядывается здесь, такая небольшая йодистость, то есть это тоже реверанс в сторону знаменитой Бакары Руш, 540 от Курджана, есть что-то в этом звучании, скорее всего аромат очень похож на аромат от Burberry for Her, выложу где-то фото, который в свою очередь тоже похож на Бакару Руш, но больше там все-таки сладких вот этих ягодных нот, чем йодистости, вот то же самое здесь, я слышу вот эти ягоды, точно такие же, как в Бербере, легкий намек на вот эту базу Бакары, то есть такая йодистость, но он, конечно, подальше по звучанию, потому что йодистости здесь не хватает, чтобы претендовать на какой-то клон Бакары Руш, но он просто классный, вы знаете, еще такой флакончик яркий, конечно же, у меня такие ароматы уже есть, помимо и Burberry самой, и у Зарочки уже был Red Temptation, о котором я говорила, великолепный клон Бакары Руш, которым я с удовольствием пользуюсь, и Mimosa Cloud уже выходила, у меня тоже есть этот аромат, это все вот из этой серии, и купила еще один, но поскольку я всеми им с удовольствием пользуюсь, этим тоже буду пользоваться, но а флакончик, это вообще какой-то антидепрессантный какой-то цвет, вот такой холодный, уже такой, знаете, суровый, серый, пасмурный осень, конечно, если вы берете этот флакончик в руки, он прям уже создает вам такое настроение, прям глаз радуется этому цвету, не знаю, мне очень понравился, я его схватила, довольно на себя буду наносить, я сношу, думаю, этот с удовольствием аромат, и вам советую с ним познакомиться, Go Fruit, Тиль называется он, и это версия вот уже этого 21 года, в прошлом году он вышел в таком прозрачном флаконе, но звучание то же самое, может быть, вы еще найдете, Go Fruit в прозрачном флаконе, тоже берите, но этот, конечно, флакончик намного красивее, все, дорогие мои, пишите, какие у вас новиночки появились за это время, хвастайтесь, и я буду рада вот этой обратной связи нашей, если видео вам было интересным, полезным, информативным, поставьте лайк, мне очень всегда это приятно, а мы с вами, конечно же, увидимся скоро, мои дорогие, в новых моих видео, всех вас люблю, всех целую, и всем пока!